Приветствую вас в курсе, в котором мы с вами научимся программировать Android приложения на основе языка Kotlin. За курс мы ознакомимся с языком Kotlin в Android Studio, разработаем несколько проектов и изучим все тонкости построения Android приложений. Но прежде чем мы приступим к созданию проектов, давайте немного поговорим про сам язык, его возможности, а также узнаем немного больше информации про Android Studio. До недавних пор единственным и верным решением разработки проектов под Android являлся язык Java. Он позволял прописать всю функциональную часть приложения и имел отличную поддержку в программе Android Studio. Позже на рынке стали появляться новые языки программирования, которые предлагали возможности разработки Android приложений проще и быстрее. Проблема языка Java заключалась в том, что он является достаточно старым языком программирования и чисто из-за возраста многие его концепции и сам формат написания кода уже устарел. Новые языки предлагают более упрощенный формат написания кода, при этом с учетом того же количества функций и возможностей, что были в языке Java. Тут стоит отметить, что помимо Kotlin на замену Java пришли и такие технологии, как Flutter, React Native, C Sharp, Xamarin и многие другие технологии. Кстати, если интересно узнать больше про эти технологии, то курсы по всем этим темам будут представлены на сайте itproader.com. Ссылки на эти курсы я оставлю в описании к этому видео. Язык Kotlin разрабатывался как альтернатива языку Java. Язык имеет облегченный синтаксис в сравнении с Java и может выполнять схожие функции и действия, что и его старший брат. Kotlin впервые официально появился в 2016 году, хотя его разработка велась еще с 2010 года. Уже через год после релиза, в 2017 году, Google сообщила, что теперь предоставляет возможность разработки Android программ на основе языка Kotlin, и что теперь этот язык по умолчанию включен в стандартную сборку Android Studio, программы, что создано для разработки всех Android приложений. Еще через два года, в 2019 году, компания Google сообщила, что разработка программ на Kotlin теперь является более предпочтительной, нежели разработка на Java. Большим плюсом языка Kotlin является его простота, а также легкая интеграция в другие Java проекты. Вы можете открыть любую Java программу, создать в ней новый файл, что будет написан на Kotlin, и у вас все будет друг с другом верно взаимодействовать, и никаких ошибок выдаваться не будет. Если вы уже начали переживать насчет старого доброго языка Java, то могу вас сразу успокоить. Язык Java хоть и уже устарел морально, но он все равно никуда не исчезнет. Во-первых, язык по-прежнему используется в сотнях тысяч различных программ, и для их поддержки все равно будет использоваться язык Java. Во-вторых, язык Kotlin, как и многие другие новые технологии, используют платформу Java Virtual Machine. Эта платформа написана на Java, и чтобы такие языки, как Kotlin и прочие, могли работать, необходимо поддерживать саму платформу. Получается некий замкнутый круг, в котором Java очень уверенно чувствует себя. В будущем для Android-проектов вы можете спокойно использовать язык Kotlin или язык Java. На самом деле, то особой разницы вы не почувствуете. Суть будет в том, что лишь синтаксис написания кода для Activity, он немного будет отличаться. И если мы говорим про Kotlin, то синтаксис будет облегченным и упрощенным в сравнении с языком Java. В то же время, все, что вы ранее могли изучить или увидеть в языке Java по отношению к Android, применимо и к языку Kotlin. Например, хотите создать всплывающее окно? Окей. Тогда используем класс Toast, как это было в языке Java для Android-проектов. Хотите перейти на другую страницу в приложении? В таком случае используется тот же класс Intent, что и был ранее в Java. То есть важно понимать, что Kotlin это не что иное, как просто облегченный в плане синтаксиса язык. На его основе вы прописываете те же концепции, что были в языке Java, но делаете их проще и быстрее. Язык Kotlin, он никак не претендует на полную замену языка Java. Он лишь является альтернативой для более быстрого написания кода. Поскольку Kotlin представляет из себя альтернативу языка Java, то в нем есть все те же конструкции, что и были в Java, вот только они записаны немного с применением другого синтаксиса. Поэтому перед изучением курса я рекомендую вам немного ознакомиться с Android Studio. Курсы по Android Studio есть на нашем сайте itproger.com. В ходе этого курса вы научитесь разрабатывать проекты под Android именно с применением языка Kotlin. Вы разработаете проект список дел, а также построите полноценное приложение магазин с системой регистрации и авторизации, а также с товарами внутри приложения. К концу курса у вас будут хорошие знания по работе с Android Studio и языком программирования Kotlin. Кстати, весь этот курс будет также представлен на сайте itproger.com. Там же вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылку на курс я оставлю в описании к этому видео. Дополнительно в этом уроке мы давайте скачаем Android Studio, а также создадим новый проект именно на базе языка Kotlin. Для того, чтобы скачать Android Studio, достаточно перейти на их официальный сайт, ссылку на него оставлю в описании к этому видео. И здесь же вы скачиваете саму по себе программу Android Studio, а после устанавливаете ее как самую обычную программку. Никаких подводных камней здесь нет, просто выполняете стандартную установку. После установки программы первое, что я предлагаю сделать, это убедиться в том, что Kotlin у вас корректно подключен к Android Studio. Для этого можно зайти на вкладку Plugins, здесь вы можете прописать Kotlin, и если у вас тут не находится плагин, который просто называется как Kotlin, тогда скорее всего он уже у вас установлен, и вы его можете найти на вкладке Install. Вот видите, вот здесь у меня есть этот уже плагин, он у меня установлен, ну и вы просто убедитесь в том, чтобы у вас вот здесь также была дополнительно проставлена галочка. Тогда вы сможете подключить Kotlin, весь этот язык, к вашим Android проектам. Теперь давайте создадим новый проект. Для этого заходим на вкладку Projects, здесь нажимаем New Project, открывается у нас новая вкладка, мы ее чуть-чуть растянем, и в этой вкладке нам нужно выбрать шаблон для нашего будущего приложения. Я в качестве шаблона выбираю Empty Views Activity, ну и нажимаю Next. Далее мне нужно указать название для моего проекта. Давайте мой проект, он будет называться, ну допустим, в следующем формате, это ITProgerApp. Здесь же указывается пакет, я его менять не буду. Тут же указывается расположение проекта, указывается язык проекта, выберите именно Kotlin. Ну и больше я тут ничего добавлять не буду, минимум SDK не меняю, и просто могу нажать на Finish для создания нашего пустого шаблонного проекта. После создания проекта вы заметите, что у вас откроется самый стандартный Android Studio проект. В боковой части здесь будут представлены полностью все файлы вашего проекта. В центральной части будут открыты два файла. Это файл XML с дизайном вашей основной страницы, а также файл с расширением .kt. Это файл, где вы будете описывать весь функционал для вашей основной страницы, и весь этот функционал, он будет описан на основе такого языка, как Kotlin. Ну и уже начиная со следующего урока, мы приступим к разработке различных Android приложений на базе языка Kotlin. В этом же уроке мы лишь создали сам по себе проект, немного узнали про Kotlin и Android Studio, ну и начиная со следующего урока приступим к практической части, к реализации различных Android приложений. Ну что же, у меня на этом все, надеюсь урок вам понравился, ну увидимся с вами в дальнейшем, до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok